Рассказ Сергикова, 90, о таинственном в женском звукоряде, который отражается через восемь первых букв латинского алфавита А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х. Если вы сыграете эти буквы алфавитные, первые восемь букв алфавита, как ноты, то перед вами прозвучит весьма странная гамма, которая характеризуется как бы двувариантностью ноты, которую мы называем как ноту С. В первом случае А, Б, она выступает в модусе С бемоля, и лат имеет фригийский оттенок, но это не чисто фригийский лат, поскольку дальше события разворачиваются так, Так что последней нотой звукоряда является нота Си, выступает в качестве ноты Си. И вот тут Си в двух вариантах, и, конечно, звучание очень капризное, очень привлекающее к себе внимание, но это женщина. Это её индивидуальность, это её неповторимость, это её сложность. Заметьте, что женщина имеет элементарно, если так вот чисто грубо сказать, дополнительную функцию по сравнению с мужчиной. Это функция продолжения рода, и такая функция, конечно, накладывает на звукоряд женский А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х тоже свои особенности. Женщина звучит в этом звукоряде весьма интересно и весьма непросто, и никто никогда не поёт такой звукоряд, хотя логично было бы предположить его, ввести в курс сольфеджио, ну, конечно, не первоначального сольфеджио, здесь нужны особые усилия всё-таки интенсионные, но ввести всё-таки далее в курс сольфеджио, которое является более развитым. Тем не менее, никто никогда не пропевает это. А почему, вы думаете? Потому что богиня-мать не хочет, чтобы её звукоряд вот так прямо пропагандировался, прямо так вот открывался для всех и каждого, это дело индивидуальной догадки, кто интересуется душой матери, потому что душа матери изложена в восьми первых буквах латинского алфавита и очень индивидуально. Но ещё здесь не только это нас поражает. Нас поражает, что АБ, ноты, первые две, это ля и си бемоль, они обозначают АБ, слово АБ, то есть ОТ по-немецки, ну и по-латински. Это важно, что в немецком языке мы находим это АБ, и разговариваем мы вообще на основе немецкой теории музыки, а не другой какой-то, не англоязычных источников мы не подключаем, потому что там по-другому немножко. И нас интересует классическая немецкая мысль, как наиболее последовательная и точная. И мы не можем сразу все теории излагать, потому что получается смятка. А когда вот твёрда немецкая теория и вот такой звукоряд странный в рамках этой теории, то это нас безмерно удивляет. Безмерно удивляет. И вот АБ – это ОТ. То есть в данном случае смысл этого звукоряда, восьмиэлементного, восьминотного, это смысл начала, как мир появлялся. И вот восемь этапов появления и развития мира здесь описываются через вот эти восемь нот. Но самое интересное, что А и Б – это есть протон, соответственно, А и электрон Б. И вот вместе получается атом водорода. И вот именно этот элемент и как бы здесь муссируется и описывается. Понимаете? Водород. И вот так две вот эти вот буквы А и Б, они укладываются в значок водорода, а две последние буквы, да, ещё раз назовём звукоряд А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х. Я имею в виду Г, Х. Они укладываются тоже в единый символ, который обозначается буквой Герфь. Герфь из буквицы. Герфь обозначает звук Г. Украинский звук. И вообще-то этот звук означает, и эта буква Герфь означает прекрасное. То есть вот цель всего мироздания – это то прекрасное, что выражается в последних двух латинских буквах или двух нотах Г, Х латинского порядка восьми первых нот. Это первые восемь нот Вселенной. А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х. И то, что здесь есть пропущенная нота А в конце этого звукоряда, это есть как бы углубление, которое символизирует женское начало, и здесь имеется, конечно, и символический оттенок. Но нам интересно отметить еще и не только это, а вот именно то, что Герфь, Г, Х, буква Герфь, она как бы и появляется из слияния двух этих букв Г, Х. Если мы их слитно произнесем, Г, Х, то получится Г. И вот Г, Х – это есть то прекрасное, к чему Вселенная призывает нас. Она призывает нас от химии, да, вот этого А, Б, атома водорода, да, соответственно, протона и электрона, протона А и электрона Б. Она призывает нас к высшему эстетическому началу, к Герфи, Г, Х. И вот не надо забывать, что здесь имеется смысл прежде всего возвышенный. Суть Вселенной – это ее красота. А тот, кто расчленяет, помните, слова Пушкина, «музыку я разъял как труп», ну, говорит это, конечно, Сальери, как вы помните, но он там персонаж неположительный, да и слова его весьма какие-то отталкивающие. Так вот, нам этого не надо. Нам надо то, что прекрасное вложил Бог в женщину-мать, в богиню-мать, и это прекрасное есть Герфь, Г, Х. Так что вот об этом мы должны были сказать специально и, пожалуй, еще упомянуть, пожалуй, еще упомянуть то, что мужское и женское соотносятся между собой как мужское – это прямолинейное, последовательное, не знающее исключений, ну, такой солдат, представьте, мужчина, да, очень хорошо подходит, и мужчина и должен быть в идеале таким, но, конечно, не бессердечным, не жестоким, но он должен быть последовательным, он должен быть твердым отцом, отсюда этот звукоряд «дорами фасоль оси», помните, да, и это не вовсе значит детскую прибаутку или детские слова, сопровождающие «села кошка на такси», ну, рифму сочинили, ладно, хотя, наверное, здесь тоже есть какой-то глубокий смысл, но мы его сейчас не раскрываем. Мы просто говорим, что это не так весело, как роль мужчины в обществе, мужчина держит родовой строй, где ценности рода, то есть продолжение рода и правильного продолжения рода ставятся на первое место. Бог-род – это, перво, Бог среди, так сказать, свиты богов, которые помогают Богу-отцу, и даже я бы сказал, что Бог-отец – это Бог-род, а все дальнейшие боги, они как бы есть помощники Бога, и это Боги другого уровня по отношению к Богу-отцу или Богу-роду. Но вот Бог-род, он, понимаете, не используется в терминологии христианства, там Бог-отец, а вот что Он-род, они умалчивают, потому что они придерживаются несколько других взглядов, которые вовсе не опираются на идею продолжения рода и сохранения чистоты рода. Поэтому у них притушевывается то, что должно честно называться, что Бог-отец – это Бог-род, это супер-бог, а остальные боги – его помощники. Эту иерархию не надо забывать и не надо упрекать язычество в многобожье, потому что это монотеистическая религия, но она имеет иерархию божественных сил. Вот, собственно, и все, что я хотел сообщить в этой лекции и дополнить предшествующей лекции. Всего вам доброго! Слушайте эти предшествующие лекции и вам будет более полная картина раскрыта. До скорых встреч, дорогие! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»!